так еще раз добрый вечер 9 января 23 года понедельник 20 00 ну и в общем то начнем нашу презентацию зовут меня алексей наумович образование инженер-программист вот по 2014 года партнер по продвижению ю sky технологий вот ну и в общем то сейчас их потихонечку рассмотрим ну начнем как всегда с проблем вот пока у нас потихонечку подтягиваются гости вот начнем как всегда с проблем в транспорте вот ну и естественно ни для кого не секрет что эти проблем много мы о них неоднократно говорили вот но основная из них это конечно же пробки на дорогах аварийность заторы гибель людей ну в общем то тут целая масса таких вот явных сложности которые возникают каждый день на дорогах некоторых странах в нашей слава богу пока не такие ситуации вот но такие страны как индонезия которые мы недавно обсуждали в индии такие проблемы прямо такие насущные вот которые необходимо решать просто даже не сегодня а уже скорее вчера вот но и помимо проблем в городе также проблем хватает и в в логистике контейнерных перевозках и в таких крупных портах в принципе в каждом на крупном порту есть проблема разгрузки погрузки контейнеров вот который в общем то и устраивается целые заторы долго долго дорого вот ну и мы принципе неоднократно заказывая какие-то товары из китая тоже на себе это чувствуем что найти какой-то товар можно за минуту оплатить его за минуту вот ну и потом пару неделек томительного ожидания когда же придет заветная посылка поход на почту то есть в общем то это есть та самая проблема в логистике в грузоперевозках вот ну и продолжая проблемный ряд естественно это и природные условия то есть так как трассы находятся на земле то это и снежные заносы это и песчаные заносы это и разливы рек и вот недавно что было вы вышла новость у нас только кто читает онлайнер вышла новость про про катаклизм который случился еще в 2004 году вот кто помнит когда случился цунами цунами в океане вот и очень погибло 250 тысяч человек вот в индии в индонезии вот ну казалось бы сместилась тектоническая плита резкий такой вот смещение вот и огромное цунами залила в общем-то берега на тысячи тысячи километров от самого места сдвигают этих вот тектонических плит вот ну и как результат гибель 250 тысяч человек погибло одну буквально в одночасье вот и и и вот одна из один из моментов опять же вот этих вот той катастрофы 2004 года была самая крупная катастрофа в на железной дороге вот тогда состав просто шел состав на шри-ланке и в общем-то загружены полностью людьми это было в общем то такой уже 26 декабря декабря то есть это уже пост ну как бы следующий день католический католический вот ну и в общем то он проходил просто по берегу моря по берегу вот и вот эта огромная волна их было три просто смыло этот состав железной дороги и там тогда погибло там больше почти почти две тысячи людей две тысячи человек вот ну и в общем то если бы дорога это было не что они по не по земле а шла где-то на дур хотя бы метров десять на уровне земли то в общем то эта волна прошла бы мимо и даже бы не зацепила вот но вот такие вот катастрофы это кстати самая крупная железнодорожная катастрофа вот именно в 2004 году вот когда смыло просто состав ну кому интересно вот можете на лайнере почитать буквально было давать новость вот ну и продолжаем проблемы тоже в транспорте вот естественно это выхлоп естественно это нефтяные разливы в общем то то что мы дышим ежедневно вот то же самое касается и строительства дорог что построить казалось бы обычную асфальтную дорогу это целый комплекс мероприятий начиная от от вырубки леса съема плодородной почвы там специальная подушка то есть это огромное огромное и затраты и временные вот и материальные вот ну и то же самое касается и надземных вот принципе вот такая вот дорога над землей она бы наверное может быть мимо нее прошла бы волна вот но как бы сама конструкция очень громоздкая тяжелая стоит дорого вот ну и в общем то транспорт по не едет медленно поэтому ну тут и целый ряд недостатков которые в принципе мы уже знаем как можно решить вот ну и дальше говоря уже про такие вещи как канатные дороги и фуникулеры здесь тоже есть ряд недостатков которые в принципе те же что и и выше то есть это низкая скорость короткие расстояния неэффективное расходование там электроэнергии и так далее ресурсов то есть канатной дороге движется целиком вся трасса они отдельный взятый вагончик то есть ну в общем то это тоже износ механизмов и так далее вот ну и уже идеальное решение она имеется идеальное транспортное решение многие из нас присутствующих уже его видели вот струнная транспортной системы skyway вот и где в общем-то ядром технологии является как раз таки слова струнная то есть сама предопряженная струна помещенная в специальный металлический короб позволяет делать очень длинные пролеты очень легкие ажурные вот мы видим вот один из реализованных уже в беларуси трасс где пролет 400 метров легкая ажурная красивая такая ниточка на фоне неба по которой непосредственно уже предлагается транспортное средство бесшумно без пыли вот с очень красивыми видами то есть я лично там ездил красиво там все это смотрится захватывающе особенно когда поднимаешься вверх по восходящей трассе очень здорово вот но и продолжая разговор про надземный транспорт вот я думаю что ни для кого не секрет что именно надземное расположение дороги она имеет очень много преимуществ то есть нет необходимости как раз таки бороться с ландшафтом то есть что-то срезать горы там или засыпать озера то есть не подвержены никаким климатическим там не не затопление не не пожар она находится непосредственно над землей где в общем то и идеально ровная поверхность и очень большие скорости вот ну и в общем то и так далее вот ну и переходя уже к деталям то есть есть три разновидности трассы то есть в серединке мы видим фирменную трассу тоже жесткая где можно ехать и сверху и снизу сверху мы видим полу жесткую где можно снизу транспортное средство едет ну и такие варианты как гибкие на третьем рисунке как раз таки это какие-то огромные большие пролеты вот либо пересечь какую-то реку либо враг либо принципе это может быть в городе то есть три разновидности ну вот тоже реальная фотография уже из мариной горки в беларуси вот это как раз таки это самая станция кстати говоря был на этой станции я в декабре необходимо было снять небольшой репортаж о том что сейчас происходит там ну и был приятно удивлен когда на втором этаже вот этот вот юнибус большой он был были раскрыты двери сидели люди с ноутбуками вот и там что-то налаживали вот я попытался немножко разузнать что же там происходит за какие работы вот мы не сказали что как бы не можем разглашать вот но как бы было приятно вот и принципе мы потом увидели новость что проводились наладочные работы то есть там кое-какие узлы дорабатывались вот и это как раз таки юнибус его вернули из шабанов то есть он там на протяжении нескольких месяцев находился на доработке его сейчас вернули на поставили на трассу вот ну и для дальнейших тестов вот поэтому вот тоже это реальный действующий образец который находится у нас мариной горки то есть это образ это та самая станция вот на втором этаже вход на городской транспорт на третьем этаже на высоко скоростной ну и в общем то это такой как бы образец пересадочного такого модуля который может дальнейшем тоже использоваться в городах недельно вот но и куда фотографии наши летние с олегом из с эко-технопарка можно потрогать рукой проехать все очень приятно и на ощупь и визуально вот ну и автором данных разработок является анатолий дар дочиницкий который всю свою жизнь посвятил теме транспорта вот начиная со со школьной и студенческой скамьи вот и было огромное количество экспериментов и попыток замеров конференции наград то есть это долгий 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 путь человек посвятил всю свою жизнь вот огромное количество написано и книг вот и струнно-транспортной системы и на земле и в космосе и то есть это огромная такая программа вот и бог лучше там множество книг можно в принципе за кому интересно можно заказать купить вот ну и немножко уже оба если обращаться к деталям но на этой неделе вышла там статья по поводу аэродинамики вот ну и мы каждый раз этот слайд показываем и приводим пример что аэродинамическая самая большая энергия максимальная тратится именно на аэродинамику особенно на высоких скоростях вот но и вот на примере мы видим обычном автомобиле и нашего высокого скоростного транспортного средства мы видим что коэффициент аэродинамического сопротивления почти в 10 раз меньше чем в обычном автомобиле вот мы здесь ну в общем то тут много элементов лишних которые мешают аэродинамике где-то там мешает как раз таки и и асфальт и там где-то там боковые зеркала и где-то щетки то все это в комплексе но очень сильно тормозит и вот и на это тратится огромное количество энергии вот если в пересчете на больших скоростях и на иди не на единицу она на массовое внедрение то получается очень большая экономия топлива вот ну и раньше спрашивали упадет не упадет вот ну и на что мы отвечали что есть противосходная система вот вот такие боковые поддерживающие колеса вот но в общем то не падает все ездит вот ну и мы в общем то не раз это все проверяли вот но и пару тоже несколько цифр то есть ну во первых есть разные виды транспортных средств и городские высокоскоростные вот но если в переводе взять топлива то есть мы видим здесь вот в принципе юнибус слева который мы видим 14 человек то есть по сути дела это обычная маршрутка вот но и вот чтобы перевести 14 человек на 100 километров тратится примерно полтора килограмма полтора литра топлива то есть полтора литра на 100 километров но это я пока еще нигде не видел что так такие были низкие вот то есть для маршрутки потребление топлива вот ну и тут тоже также приводится пример и на скорости 500 километров в час то есть в общем то тоже можно посчитать то есть экономия здесь очень высокая вот но если подводить итоги по всему вышеперечисленного то можно смело сказать что по капитальным затратам транспорт струнный транспорт он самый экономичный то есть зелененьким обозначен то есть это и дешевле и трамвайных путей и железнодорожных и моглев вот авиация то есть он самый принципе дешевые с точки зрения материал емкости точки зрения эксплуатационных расходов тоже расходы минимальные то есть нет необходимости там чистить от снега там или от песка или подруга еще как-то обслуживать дополнительно там латать дыры ежегодно по весне то есть эксплуатационные расходы минимально нет необходимости там оплаты зарплат водителям потому что это автопилот вот ну и вот со всеми вытекающими сюда последствия расход энергии тоже минимальный то есть и за счет того что используется вот это аэродинамическая как раз таки эффективная конструкция вот плюс это мотор колесо которая как цена полезного действия там почти 98 процентов то есть не каждый мотор непосредственно в каждом колесе расход энергии минимальный вот ну и в общем то все это не смотря на эту экономичность максимальная пропускная способность то есть выше даже чем в метро там минска московская метро и так далее вот мы и загрязнение окружающей среды минимальная потому как это электромобиль на остальных колесах транспортная аварийность тоже минимальная как минимум за счет того что мы подняли над над землей над уровнем земли вот ну и в общем-то и да даже там даже меньше чем в авиации то считается самым безопасным транспортом авиация вот но и тут даже и ну просто если вы в авиации там остановка двигателя например или двух двигателей то это все это катастрофа вот и потом гибель людей то здесь даже если двигатель становится то принципе транспортное средство но становится на транс на трассе вот и будет висеть и в общем-то прошлом году мы даже видели испытания как вот такие вот аварийные случаи отрабатывались в шарджа когда транспортное средство повисало над землей вот и там спускали по специальному трапу пассажиры спрыгивали в общем-то то есть все было проходило благополучно вот ну то есть еще раз резюмируя то есть струнная транспортная система это наиболее эффективные на сегодняшний день самые самая эффективная самая идеальный транспортная система которая в принципе можно только себе вообразить вот ну и опять же модельный ряд он широкий то есть и двухместные четырехместные шестиместные 14 местные под любые вид городских либо междугородних любых условий скоростей так далее ну и в том числе доставка грузов то есть опять же контейнерная перевозка это изначально бизнес плане которую не закладывали вот но клиенты люди интересы заинтересованы бизнес том числе задавали такой вопрос это одна из тех самых проблем которые мы изначально тоже осматривали то есть именно логистика вот как больших тяжелых контейнеров вот ну и вот хорошая фотография изображения как раз мы видим марина горка все виды такая вот немножко взгляд будущая надземная транспортная система снизу гуляют люди а сверху на втором уровне транспорт обслуживает этих гуляющих людей вот но и за вот этот период становления технологии было получено огромное количество и сертификатов и патентов вот и вот даже вот здесь вот это фотография старая но мы опять же видим ты ю ты ю в тюф тот самый вот который сейчас как раз таки да людмила добрый вечер как раз таки и сертифицирует трассов шаджа вот но и тоже видим здесь патенты и китайские и российские белорусские и европейские то есть дипломы патенты то есть все это находится за устроенной технологии на железнодорожной 33 ну вот ну и тоже продолжая вот это постоянно кто-то смотрел итоги года там тоже говорилось про то что за устроенной технологии постоянно работает с молодыми именно молодыми кадрами то есть университетами и с витебским университетом с минскими университетом брестскими вот с университетами шарджи защищаются дипломы эту тематику в том числе и в 2018 году я сам защищал диплом в завод структурной технологии вот но и вот в этом году было получено статус научной организации ну и кто внимательно смотрел ролик итоги года там было сказано что за устроенной технологии является девятой коммерческой структуры коммерческой то есть не госком не гос структуры а именно 9 как камер 9 по счету коммерческая структура которая получила статус научной организации поэтому тоже из 2000 и за последние в общем-то два года с апреля 19 года не было ни одной коммерческой организации которая бы получила такой статус то есть но и тут принципе тоже перечислены ряд достижений то есть на предприятии работает 11 кандидатов наук 5 сотрудников имеет ученое звание доцента за пять лет сотрудники компании публиковали более 40 научных работ десяти статей пяти книжных изданий получены 95 охранных документов на права промышленной собственности то есть в общем-то это целый вот такая вот опять же вот кто ролик смотрел сказано что этот статус научной организации он получен как бы не в одночасье к этому статусу шли целых в общем-то семь лет то есть постоянная вот эта деятельность постоянной публикации постоянно вот эта работа она как раз таки и вылилась вот в этом 2020 году получение такого высокого достойного статуса вот но и переходя тоже к финансы каким-то деталям то есть компания всегда ведет довольно открытую прозрачную деятельность то есть всегда отчитывается куда идут средства какой у них там баланс как сколько отчета прибыльных убытках отчета движения денежных средств в общем-то мы можем наблюдать но и один из таких вот положительных моментов двадцать первого года мы увидели что выручка выросла почти в шесть раз по сравнению с 2020 годом вот 6 раз то есть 30 миллионов рублей выручка за 2021 год ну сейчас уже закончился 22 год в ближайшие пару месяцев будет сделан очередной аудит вот мы мы с вами посмотрим какая как ситуация сложилась вообще в двадцать втором году вот мы как бы уже вот отслеживать динамику она но довольно уже будет любопытно вот ну и в общем-то люди видят сколько потрачено на заработной платы сколько была выручка то есть все это можно проследить вот ну и вот одно из зданий минске она чеботарева одно из первых так скажем следующее здание и головное который на сегодняшний день является железнодорожная 33 вот и где в общем-то и сейчас и располагается есть мозговой так скажем центр вот инженеры архитекторы дизайнеры в общем-то весь этот мозг компании находится на железнодорожной 33 руки компании находятся в шабанах которые в общем-то собирают транспортные средства золотые руки наши вот ну и потом отправляет все это марину горку вот на испытание где мы и где уже имеются 5 готовых трасс и еще две в процессе строительства еще проект процессе строительства у нас трассы рыбака вот и в общем то здесь все это тестируется на на скорость и на надежность и на на отработку всех узлов вот ну и и вот как результат 2019 года когда объединенные арабские эмираты увидели что вот такие вот чудеса техники есть у нас они предложили реализовать это в их жестких жарких условиях анатолий дардущи естественно согласился вот ну и я думаю что это было правильное решение кто-то мог тогда засомневаться в необходимости второго еще такого же центра 2019 году но сейчас мы видим что это было абсолютно правильное решение потому как за последние два года просто огромное количество делегаций которые бы никогда не приехали в марину горку вот они посетили как раз таки центр испытаний шарджа вот ну и принципе уже было огромное количество видео и фотографий вот в 2021 году просто потоком шли репортажи из разных стран приезжали японцы и канадцы и брать из бразилии из франции то есть было огромное количество репортажей потом постепенно все это переросло в выставку экспо 2020 дубая вот посвящен на 50-летию дубая ну и здесь уже было те самые 100 делегаций правительственных делегаций из разных стран как раз и которые посетили центр в шарже сами прикоснулись в общем-то к этому не где-то на видео а конкретно пощупали прокатились вот посмотрели планы то есть это были делегации из африки из разных стран это были из европейские делегации тоже из разных стран и российские делегации и те мэры которые российские мэры которые не могли приехать ну может быть не интересно было приехать марину горку вот в рамках визита в экспо 2020 дубай вот они все-таки посетили и были очень удивлены и некоторые из них подписались в инстаграме вот про эти инновации вот но его тоже мы видим здесь бизнесменов из индии было кстати не не одна делегация несколько делегаций из австралии великобритании объединенных арабских эмиратов есть специальная книга отзывов от которой они с удовольствием всегда оставляют свои отзывы вот но и тоже вот видим министерство туризма индии представители мобилители в middle east центре испытаний шаржи в общем-то огромное количество делегаций которые в общем-то посетили вот еще индия вот это кто у нас а это здесь модель нашу уже она не просто расположена в центре испытаний а ее поместили уже непосредственно в университет вот под крылом которого технология продвигается в этот университет как раз таки сорти ай шаржи все очень технологии университи вот и уже здесь как как одна из таких вот ключевых стартапов которые под крылом и сорти ай вырастают как раз таки гордость как одна из гордости помещена в главном здании университета шаржи ну тоже естественно и были и репортажи на радио которые мы с удовольствием слушали олег зарецкий там со своим хорошим таким английским все четко докладывал с бодро бодро с юмором всегда очень приятно его слушать вот так же это и были видео репортажи вот ну и вот отдельно кстати говоря вот видео в итогах года анатолий дародович отдельно отметил что как раз таки в берлине выставка проводилась непосредственно под эгидой rt rt и то есть это министерство транспорта дубая которые сами предложили за свой счет продемонстрировать нашу технологию в дуб в берлине вот на и на транс 2022 вот ну и как бы для нас тоже такой определенный ну как знак признания на на самом высочайшем уровне вот ну и продолжая дальше тематику вот этих вот визитов то есть был также проведет проведен форум в индонезии было подписано там данные соглашения которые недавно в новостях тоже обсуждали вот приезжали к нам вьетнамцы сюда то есть вид события развивались не только в шаржи но еще и беларусь приезжали вьетнамцы тоже давно не мечтали наконец попали вот тоже и свозили и на и на производство и в эко технопарке разместили в акварели вот в общем-то остались тоже там ска делегация очень довольны вот ну и как раз таки вот этот самый юнибус который 48-местный электромобиль на стальных колесах ю-4 222 как раз таки вот когда в декабре был на станции вот его как раз таки и уже он был размещен вот его как раз таки налаживали вот эту новость мы тоже недавно рассматривали вот но и это что касается белорусского белорусской площадки но и площадка в эмиратах здесь мы видим что как раз таки про проводятся как какие работы проводятся в шарже так ну и переходя немножко к будущему то есть куда же для чего же все таки это делается то есть мы понимаем что технология она уже фактически готова вот это пример допустим станции которая может еще один пример визуализация того как это может увидеть городе за это пример того как это может выглядеть за городом то есть немножко как меняется концепция вообще транспортное передвижение то есть вот мы видим здесь на этом месте башню то есть это может быть то есть это на самом деле анкерная опора которая может быть как двухэтажная как мы видим на картинке так его таким вот многоэтажным небоскребом вот который может вмещать в себя целый ряд каких-то офисных там либо досуга либо там кинотеатры больницы то есть все может находиться таких вот дома высотках которые являются пересадочной станции вот ну и в принципе организация городской застройки может кардинально поменяться здесь мы видим допустим даже шахматный шахматный порядок где движение над землей люди живут в своих домах вокруг таких станций доминант вот ну и в общем-то целая концепция развития линейных городов которые поддерживаются организации объединенных наций потому как проблему перенаселения никто не отменял вот проблема перенаселения она актуальна до сих пор вот и вот это как раз таки технология быстрой быстрая транспортная технология легкая быстро эффективная она поможет в принципе поможет будущем и жить очень много очень большой ряд проблем вот отсюда рождается целый ряд таких терминов как линейный город транснет вот и так далее но тоже один из примеров организации проживания то есть городов будущего вот которые в принципе сейчас уже активно разрабатываются вот ну и в принципе строительство вот соединяя соединяем два города какой-то некий линейный город потом три четыре пять шесть можно получить целую сеть разветвленных дорог вот естественно эта перспектива не на какие-то тут один-два года это перспективы на десятки лет вперед то есть как бы целый импульс для развития транспортной сети на годы на годы вперед вот ну и вот строительство линейных городов позволит справиться с основными проблемами современности нехватка ресурсов перенаселение плохая экология устаревание жилой и транспортной инфраструктуры вот мы потенциал строительства вообще до 50 миллионов километров дорог по всему миру вот ну и переходя к дню к текущему то есть весь план строительства разбит на 15 этапов сейчас мы находимся в преддверии как раз таки пятнадцатого этапа этапа 14.3 вот но основные задачи на него это достроить 20 километров высокоскоростной трассы чтобы протестировать полноценную скорость 500 километров в час вот и достроить трассу для контейнер перевозок ну в общем-то трассу для контейнер перевозок она практически уже подходит к завершению уже сейчас уже происходит сертификация сейчас новостях посмотрим вот ну поэтому одна из глобальных задач это остается на 15 этап это 500 километров в час вот ну и до этого момента мы говорили про людей которые руки мозг компании то есть те которые непосредственно строят вот но есть люди которые это все финансируют то есть люди которым эта идея нравится которые хотят чтобы эта идея продвигалась поддерживают проект вот для этого есть специальные личные кабинеты где можно выбрать какой-то инвестиционный пакет то есть это может быть и в рассрочку может быть на 100 долларов там может быть на тысячу долларов там может быть на 10 тысяч долларов в принципе для любого на любой карман на любой статус человек может поддержать технологию вот и получить какую-то свою небольшую долю в данном проекте это может быть в рассрочку это может быть разово есть специальные новогодние предложения об этом чуть позже поговорим ну и в общем-то это как ну как некая часть собственности вот которую человек приобретает поддерживая проект который можно будет передать по наследству вот и которая может принести дивиденды в случае успешной реализации ну и в общем-то может показать хороший рост непосредственно капитала но опять же в случае успешной реализации проекта вот поэтому здесь два вида людей те кто непосредственно руками строит есть люди которые непосредственно это поддерживают финансово но и во главе всего этого стоит на то аннатолий дардуй чиницкий который в общем-то ежегодно докладывает о том куда мы движемся чего мы достигли вот ну и в общем-то про тот самый обзор 2000 за 2022 год обязательно посмотрите кто еще не посмотрел очень кратко там 18 минут вот но можно вот прям пройтись такой как бы обзор флешбек что произошло в этом году вообще в у нас технологии вот ну и под конец года нас таки порадовал еще дополнительными новостями юниска 3 технологии получил новый еще еще один аттестат вот и юст читаем сейчас подтвердила соответствие квалификационным требованиям и получил аттестат второй категории на право выполнения функций генерального проектировщика от министерства архитектуры и строительства беларуси вот наличие аттестатов соответствия подчеркивает способность юнистский среди технологии предоставлять услуги которые отвечают требованиям потребителей и законодательства вот и сегодня компетенции юстеп подтверждаются аттестатом соответствия на право выполнения функции генерального проектировщика на право разработки разделов проектной документации для объектов строительства первого четвертого класса сложности а также на право оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью и осуществление технического надзора на объектах строительства второго четвертого класса сложности вот опять же говоря вот про то тут ту самую выручку за 21 год которая выросла вот и не всегда люди понимают откуда она выросла за счет каких проектов вот те самые вот аттестаты вот они позволяют пока у нас технология развивается планомерно вот эти аттестаты позволяют дополнительно делать какие-то заказы для сторонних организаций то есть выступать неким подрядчиком вот и дополнительно этом зарабатывать ну и как бы нам тоже приводились примеры когда делались проекты для там для камаза приводились примеры проектов которые для санкт-петербурга разрабатывать электромобили то есть вот это вся весь потенциал эти все аттестаты они как раз таки позволяют параллельно пока сам само ядро формируется пока у нас формируется адресные проекты параллельно зарабатывать на вот дополнительных услугах допустим вот здесь в частности для по проектированию вот это первая момент да и второе это вот уже в шарджи спустя месяц после подписания соглашения стаю в тот самый тюв по по сертификации в общем то уже были про сертифицированы тоже это было в конце года новость промежуточные опоры то есть тоже процесс сертификации разбит на несколько этапов вот промежуточные опоры уже прошли свою сертификацию то есть в общем то на этой хорошей ноте то есть завершён год вот ну и в общем то сразу же вышло обращение анатолий дар дачи ницкого то есть с итогами года но его тоже мы можем посмотреть на сертификат уже чуть поближе вот здесь было было все это проведено по нескольким категориям сертификация то есть это и визуальный размерный контроль промежуточных опор неразрушающий контроль контроль магнитных частиц контроль затяжки болтов то есть в общем то здесь целый ряд параметров которые необходимо было проверить это все было успешно проверено сертификат получен вот ну и в общем то таким же образом будет сертифицирована еще и анкерная станция 1 4142 полужесткая путевая структура электрический транспортный то есть в общем то есть уже целая программа по по сертификации но я думаю что мы в ближайшие там не пару недель увидим очередной элемент который прошел сертификации в конце увидим финальный уже некоммерческую опытную демонстрационную эксплуатацию так ну и да то самое обращение анатолий дар дачи ницкого приурочных к новому году в общем то где он рассказал кто не посмотрел обязательно посмотрите 18 минут то есть это не недолго вот но очень информативно вот и ну и так вот немножко подвести итоги то есть в двадцать втором году мы приняли участие в международных выставках конференциях среди них экспо 2020 дубая форуме в руанде та самая африка индонезия малайзия россия выставкой на транс биржлине вот где у не байк представила министерство дорог и транспорта дубая наш центр сертификации испытаний юска и в шарджи посетила более ста делегаций десятки стран многие визиты привели к активной работе по реализации адресных проектов юст подписала договор с инновейте в транспорт систем индонезия по применению технологий на территории индонезии началось активное сотрудничество с альвадором по итогам международного форума в руанде и презентации юст министр инфраструктуры подготовлен контракт на адресный проект который находится сейчас на стадии подписания ну вот это и многое другое кто не посмотрел посмотрите можно даже ваш дважды пересмотреть все это в новогоднем обращении вот ну и естественно были также озвучены планы на следующий год то есть один из планов ближайших это как раз таки введение в эксплуатацию вот этого четвертого испытательного трека вот кое-какая корректировка по маркетинговому по маркетинговой стратегии по продвижению технологии на мировом рынке вот ну и завершая освещение генеральный конструктор одобрил каждую из намеченных производственных и маркетинговых целей тем самым докладив персонала партнеров юска транспорт на продуктивную реализацию поставленных задач вот ну и так уже переходя к к сегодняшнему дню у нас до 13 января остается совсем мало времени то есть это буквально 10 11 то есть три дня вот которых еще действует дисконт один к восьмидесяти напомню что дон до нового года был дисконт один двадцати пяти один двадцати шести сейчас дисконт действует один к восьмидесяти то есть это почти в 20 раза больше чем было до этого поэтому кто еще не успел поддержать проект обязательно вот еще можно последний вагон войти до 12 до 13 января вот расскажите вашим близким поделитесь или для себя вот есть несколько видов пакетов на 250 на 500 на 1000 условных единиц все это есть личный кабинетах можно рассмотреть и поддержать проект или кому-то сделать новогодний подарок так ну в принципе на этом у меня все олег можешь выходить так если кто-то желает выступить можно тоже присоединиться добрый день добрый вечер всем лишь спасибо большое да все освежил в памяти праздники были большие наверное всех с новым годом с рождеством да вот и замечательно вот это вот акции действительно кто осознает тот понимает что это очень хорошее предложение вот так что наверное я бы еще сказал если бы у нас вот это вот поездка готовящийся в марину горку была бы вот до скажем так вот этого окончания акции наверное было бы больше шансов что у нас люди проснуться и возьмут такой дискомп поэтому напоминаю что 20 января 23 года мы собираемся в марину горку да лёш вот еще раз наверно более подробно уже скажем что как и чего вот поэтому алексею пишите кто хочет поехать да но мы по поводу до поездки сразу скажу что сейчас она на согласовании то есть уже согласование есть вот фонда свц вот есть одобрение от самого олега анатольевича с которым мы разговаривали еще в декабре в общем то сейчас какие-то формальности но тем не менее вот мы да мы планируем на 20 января если никаких форс-мажоров не будет то 20 января планирую поехать это будет пятница это пятница насколько я понимаю да вот потому что тоже там люди работают тоже вот поэтому то тоже надо это определиться кто хочет либо либо перенести либо там в общем по времени ну на выходных точно нет вот потому как нам уже сказали что да нежелательно то есть не получится на выходных нежелательно не получится вот ну вот так вот у меня дополнение других нету так что если может кто-то лишь еще ну я могу доказать что в принципе встреча если все получится на 20 января это будет пятница можно будет там там рядышком есть акварель можно есть целый ряд досугов всевозможного то есть кто захочет остаться можно и с ночевкой остаться можно будет там посетить какие-то там рестораны то есть там обычно по пятницам там еще праздничная программа то есть в принципе кому что-то можно отметить в принципе это тоже возможно ну какие то чем может быть вопросы есть у кого-то надрели пишите ну тогда все лишь на спина рада да когда